Очередной в этот раз шахматный этап спартакиады «Сделай свой выбор» собрал четыре десятка подростков на базе Брестского шахматно-шашечного клуба. Команды из 12 учреждений образования Ленинского района зарабатывали заветные баллы, играя по круговой системе. Уже на первых минутах игры среди участников наметились лидеры. Средняя школа номер 5 города Бреста три года подряд становилась победителем в этом этапе. Я уже много лет работаю. Я считаю, что все виды спорта я с затолка. Я им и говорю, плавать, бегать, прыгать, солнце, воздух, вода, шахматы я только за. Поэтому, чтобы он где-то упор делал на какой-то вид спорта, я бы не сказал. Я вижу у человека чуть-чуть расположение. Немножко поощрить, подсказать, похвалить, так сказать. И все будет нормально. Михаил Тарасевич из средней школы номер 9 шахматами занимается больше пяти лет. И сегодня он действующий чемпион Беларуси. У него здесь практически нет соперников. Но участие в спартакиаде – вопрос спортивной части школы, команда которой и в этом году стала победителем шахматного этапа. Уровень соревнований относительно брестских школ, честно сказать, довольно любительский. Потому что не все занимаются шахматами и профессионально занимаются данным видом спорта. Я считаю, что у шахмат есть определенное будущее, потому что со временем шахматы, наоборот, все больше и больше популяризируются в мире. И шахматы есть все-таки будущее. Среди любителей этой логической игры немало девочек. Сегодня они участвуют в школьных спартакиадах, а завтра планируют защищать цвета Беларуси на международной арене. Я люблю, когда концовка, там, к примеру, остается мало фигур, тогда просто легче. И мне иногда нравятся некоторые дебюты, которые там, к примеру, итальянская. Есть еще, когда строить центр, я очень люблю. Я бы хотела стать великой шахматисткой. Самому младшему участнику шахматных баталий 8 лет, самому старшему 16. Век компьютерных технологий у шахмат, как оказалось, немало последователей среди молодежи. Шахматы я занимаюсь уже лет 5. Интересно стало, когда папа в Новый год подарил шахматы, захотел попробовать вот это все. Он начал говорить, как фигурки ходят вот это. И завел меня в СМТ. С СМТ уже 5 лет. По всяким соревнованиям езжу. Мне здесь не так тяжело, это так, сорнячок. Ну, немножко, если сильно попадется, надо подумать. Ирина Альшова, Павел Малшонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.